Итак, сейчас мы будем менять маслонасос на бензопиле-партнер. В данном случае 352-й, но они аналогично меняются и на 350-м. Вот, скидываем крышку, снимаем свечу. Мы это делаем для того, чтобы открутить нам сцепление. Сцепление и снять звёздочку, потому что насос стоит вот он. Вверх поднимаем запускной канат, подводим поршень повыше, но не в верхней мертвую точку, чуть пониже. Вот, и засовываем наш канат запускной. Вернее, чуть-чуть сюда, в верёв, в поршневую, чтобы нам заблокировать коленвал. Вот, мы заблокировали. Дальше мы можем обычным болгарочным ключом. Вот, или я вот такой ключ использую для того, чтобы отвернуть нам звёздочку и сцепление. Здесь левая резьба. Вот, сняли. Вот он, наш маслоносок. Вот. Он у нас крепится двумя болтами под отвертку. Саморезики такие небольшие. Мы их откручиваем и дальше просто его поддеваем немножечко и вытаскиваем. Смотрим, что у нас здесь. А здесь у нас стандартная поломка, а именно, слизались грани плунжера маслонасоса. Вот, сейчас мы эти грани, вернее, этот плунжер поменяем. Весь насос даже не будем менять, потому что сам насос, скорее всего, в нормальном состоянии. Я его промою в бензине. И поменяем сейчас на новый плунжер. Нам его необходимо разобрать. Вот, здесь у нас два шплинтика вот таких. Первым он у нас фиксирует алюминиевую часть насоса. Вот, вот эту трубочку. А второй он уже сам плунжер нам фиксирует. Вот, и вытаскивать надо оба, чтобы его снять. Вот, поддеваем. Сейчас плоскогубцами мы его вытащим. Итак, сделаю просто маленькие такие круглогубцы у меня есть. Вытаскиваю. Вот, и теперь вытаскиваем алюминиевую вот эту часть. Вот, это основной насос. И плунжер. Но старый плунжер можно выбивать прям так, потому что он нам уже не пригодится. Здесь мы видим у нас, сейчас я постараюсь вам показать, у нас с вами вот они слизанные грани. И, соответственно, он просто не цеплял приводом, вот этим вот приводом он не цеплял, и не было вращения. Соответственно, насос не работал. Мы поставим сейчас новенький плунжер. Вот он вставляется вот с этой стороны, с задней. И вот эта вот шайба такая рифленая, она отсюда вот прижимается. Вот так. Вот. Теперь у нас, видите, как болтается? Мы берем шплинт, который у нас с обеих сторон одинаково гладкий, без вот этих вот, без шляпки. Вот, его вставляем сюда. Вот он у нас уже, видите, перестал болтаться. И теперь вставляем уже непосредственно сам алюминиевый вот этот насос. У него здесь есть вот он вырез. Этот вырез будет вот здесь вот фиксироваться вот тем вот шплинтом. Вот так мы его вставляем. И фиксируем шплинтом. Проверяем на вращение. Вращение у нас нормальное, без всяких закусываний. Вот даже видно, как у нас здесь начинает работать наш насос. Видите, то появится, капелька то уходит. Дальше желательно, конечно, проверить саму магистраль. А именно, вытащить ее отсюда аккуратненько, не повредив только потому, что у нас может здесь где-то отверткой повредиться шланг. Вот это сильно не тяните. Так, нигде у нас тут не забито ничего. Все нормально. То есть аккуратненько оттуда все это дело вытащим. Чтобы не попало туда внутрь. Блядости. И вставляем его на место. Можно, кстати, сразу давайте покажу. Вытащить вообще вот эту часть. Здесь у нас находится на другом конце фильтр. Вытаскиваем его оттуда. Вот он у нас. Здесь у нас фильтр, он у нас чистенький, как мы видим. Здесь все чистенько, нормально. И туда его назад опускаем. Вот так вот. Раз. Все. Ставим на место магистраль. Берем наш исправленный насос. И вот таким вот макарчиком его одеваем. Здесь главное, чтобы... Сейчас вот достану, покажу, чтобы... Когда вы оденете... Вот тут есть отверстие. Вот у нас шабана. Совместилась резинка с самим пластиком. Вот этим вот... С вот этим вот отверстием с алюминием. Если будет, соответственно, не совмещено, то насос такой работать не будет. Ставим на место. Берем наши винтики. И закручиваем его. Собрали. Теперь нам надо поставить звездочку. Для этого шайбу накидываем подшипник. Звезду. Большая шайба. И сцепляем по левой резьбе его. Закручиваем. Берем наш канат, ослабляем. И немножечко. Проворачиваем. Оно подтягивается. Вот уперся. Можно теперь отпустить. И теперь мы его уже производим. Затяжку. Здесь левая резьба. Соответственно, крутим против часовой стрелки. Затянута наша. Ставим свечу. Подтягиваем ее. Берем крышку. И закручиваем. Плунжер наш поменен. Как видите, ничего сложного. Подписывайтесь на наш канал. LookTool.ru Наш сайт. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.